Прощам и стрелам яростой судьбы! Ну, надо же! Всю дорогу проспал! Отживается, парень! Э, Матрон! Подъезжаем! Субтитры подогнал «Симон» 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 Эй, матрос, тебе куда? На корабельную, в центр. Садись, я как раз до заправки. Отлично. Ты где служил? На севере. Мурман. Как там у вас? Тихо? А че, нормально. А в отпуске был? Да как-то не сложилось. Так три года подряд и протрубил. Понятно. Ты извини, не рассчитал. Да ладно, не переживай. Как зовут? Валера. Меня Кирилл. Очень приятно. Мне тоже. А ты где служил? В Афгане. Ух ты, нормально, повезло. Да. Хорош. Ну как тут у вас на гражданке-то? Не соскучишься. Слушай, ты постой, я сейчас заправлюсь, подброшу мигом. Да ладно, мне тут дворами ближе. Подожди, Валер. Что? Вот мой телефон. На всякий случай. Если тошно будет. С чего бы? Ну так, мало ли. Позвони, я буду рад. Ладно. Счастливо. Счастливо. Папа Зина, здравия желаю. Ой, здравствуй, здравствуй, мой хороший, родной. Вот мать, радость будет. Счастливо. Здорово, батя. Три дня ждем. Мать, извелась, понимаешь? Тихо. Маму! Тихо. Она дома, нет? Дома, дома, прилегла маленько. Мать. Мать. Валерка, зуба ты спугнилась. Поставь на место, уродище. Мать. Тихо, тихо ты с ней. Кто это? Догадайся, кто это? Не знаю. Ну, узнал? Нет. Неужели не узнал, а? Сколько же мы с тобой лет не виделись, а? Лет 15, наверное, да? Ты еще подольше не приезжал? Да кто это? Валерочка. Это ж дядя Гордей. Ну, здрасте, дядя Гордей. Здрасте, Валерочка. Так любил. Мужики, давайте на кухню приготовьте что-нибудь. Так, хорошо. Ничего, ничего. Саша, позвони Тарабановым. Василий Васильевич так будет рад видеть Валерочку. Обязательно. Все еще в телесаранке. На своем месте. Отлично. Тихонечко, пошли, пошли. Домой, вот и дома. Ух, родители. Телек купили. Цветной. Вот это молодцы. Объявить благодарность. Это министр отцу подарил. Да, дожить. А машину не собирается министр дарить? Ну, хоть маленькую. Я б не отказался. Хрусталят, хрусталят. Что же ты так долго? Телеграмму получили, а тебя все нет и нет. Нет и нет. Да мне надо было через Ленинград. А что у тебя там в Ленинграде? Так. Ну-ка, на, мамочка. Примерь. Ой, спасибо. Ну, сынули. Ну, что там в Ленинграде-то? Да видишь, какая история. Мне ребята все советовали. Потом у меня куча грамот там по художественной самодеятельности. И завклубом наш мне рекомендацию написал. Ну, в общем, все говорят, давай прямо к нему. Ну, я и рванул. Кому? Ну, в Станогову. Зачем? Черт, врубил ему монолог Гамлета. Быть или не быть. Хотя, думаю, зря. Надо было что-нибудь комедийное. Но он ничего, выслушал так. Говорит, фактура у вас хорошая. Только надо расти. Куда расти, я чуть не понял. В общем, мне не понравилось у них. Я так думаю, лучше в кино. Мне ребята сказали, там главная фактура. Так что на следующий год во ВГИК буду поступать. Ну, а не получится. Спорту о нем. У меня там тоже кое-какие успехи имеются. Ничего, мамка, прорвемся. Не волнуйся. Иди, иди, гордей парадного. Я тут убрал. А где Валера? Да, у себя. Валер, а я ведь на севере тоже служил. У нас была вертолетная база. Ребята молодые, веселые, хорошо жили. И тут вот этот случай. Я и бортмеханик полетели к Рыбакам на озеро. Соль они мало взяли. Ну, помоги. Что ж ты так зашиваешься? Ну, давай. О, все, все, спасибо. Ну, вот, рыба тухла. В бортпихальных клочьях хоронить нечего. А меня и Венки на пятый день нашли. Говорят, полз весь чешуя, как русалка. Вот с тех пор не заладилось у меня. Правда, пенсию дали по инвалидности. Но это я потом тебе свою жизнь всю расскажу. Зачем? Ну, как зачем? Для примеру. Вот дожил я до того, что у меня ни семьи, ни дома. Как говорят, ни кола, ни двора, ни черта нет. А могу и не рассказывать. Ты даже не поверишь, я там на танцы стал ходить. Ты? Да. Да, ёж. У нас, ты знаешь, там в этом общежитии была дискотека. Вот я пристрастился и трясусь с ними. Им смешно, им не веселее. Хорошая фотография. Это ты, да? Угу. Хорошо. Сейчас, сейчас свои покажу. Ну, давай. Это я еще безусый. Ух ты. Твоя машина? Бывшая моя. А вот это мама твоя в школу пошла. А вот это кто? Ну, я, наверное. Да, точно. Одна единственная осталась. Надо размножить. Ой, слушай, Валера, извини, пожалуйста. Я тут свое хозяйство... Да ничего, ничего. Потерушки устроил. Я сейчас все уберу. Не беспокойся. Это твои хомяки? Мои. Забавные зверюшки, да? А ты вообще надолго у нас? Да, твои родители говорят, живи сколько хочешь. Пропишем, на работу пойдешь. Ну... Да мне-то что, живи. Только знаешь что, эта комната, она моя. Так что, ты раскладушку куда-нибудь туда поставь. Видишь, мы в Кубрике тесно жили. Вдва яруса спали. Хочется побыть одному. Ну, еще раз, с возвращением отмучился служивый. Да нормально. Мне там нравилось. Правда. Каждый знает свое место. А ребята были исключительно. Повезло. Саня, Саня, садись. Саня, сядь сюда, сказал. Ну, Саня. Ладно, пусть идет. Слушай, сними кепку, а? Ну, я же тебе сказал, это мой талисман. Оставьте ее в покое, я даже сплю у нее. Добрый вечер, Владимир Васильевич. Добрый вечер, не забывайте, нас не забывайте. Ну, был один у нас. Письмо получил. Там невеста ему изменила. Ну, обычная история. В общем, закрылся в сушилке, не пускает никого. Ну, мы дверь саданули, а он. Псих, что ли? Слабак. Ну, женился-то на другое дело-то. Вообще, этот вопрос раздули. Какой вопрос? Да любовь. По мне, если женщина хорошая, чего ее не любить? У меня какие требования? Чтоб верные. Хозяйственные, маму не обижала. Все, встречу такую, женюсь сходу. Рассказы. Народу сколько? Ну, да, я уж. Смотри, смотри, видишь? Узнаешь ее? Нет. Ну, как же, ну, Арина вместе с нами в седьмом училась. Потом художественно перешла. Ну, что, в бар пойдем? Я от нее просто в шоке. Хочешь, приведу? Ну ты что, Валер, у нас же нет ничего. Хотя, знаешь что, давай-ка Саню расколем. Ты знаешь, как он здесь гад заколачивает? Только жмот жуткий. Давай. От него не угудь. Давай. Коли Саню. Сейчас приведу. Так. Саня! Коктейль? Хорошо. Арина? Ну, допустим. А ты по такой? Твой жених пришел за тобой. Не узнаешь. Значит так, бутылочку шампанского и фруктов на закусе. Понятно. Договорились? Только бабок у нас больше нет. Ты сам понимаешь. Солдат, да не признанный художец, да я студент. Понятно. Договорились? В пятом классе, после урока физкультуры, в раздевалке, я сделал тебе предложение. И что же я? Ну, ты сказала, что я дурак. Но, тем не менее, замуж выйти пообещала. Когда вырослишь? По-моему, уже выросла. Как тебя зовут, жених? Сапогин. Валерий. Ой, слушай, так бы сразу и говорил. Где ты столько времени пропадал? Служил на севере. Ага. Пойдем к нашему столику. Там мой приятель. Он от тебя в шоке. Ой, это Леонидик, что ли? Ну, знаешь, это не опасно. Жить будет. Спасибо. Никогда я тебя этого не забуду. Садись. Спасибо. Ну, ты хоть посидишь с нами? Ну, секунду просто так. Ну, все договорились. Арина, мы пошли, пока. А, пока. Ну что, Валерка, может, хочешь официантом стать, а? Будешь купюрами кидаться. Можно. Но только это не входит в мои планы. Слушай, если серьезно, хочешь, могу строить на курс. Нормальная работа, правда, тяжелая. Учти, главное, ноги. Ага, голова не нужна. Ну, все, 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 я заткнулся. Да. Профессиональный заболеватель. Я все хочу. Машину хочу. Хорошо одеваться хочу. Артистом быть хочу. Кем ты хочешь быть, я не понял. Артистом. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Быть, Валера, быть. Обязательно быть. Правда, на Гамлета ты не тянешь. Да? На Ромео я тоже думаю слабо. Павел Корчагин, типичный социальный герой, комсомольский вожак и прочее. А, зато ты у нас клоун. Да? Я понял, понял. Спасибо. Черт зовут, чертовы ноги. Ну, что, выпьем за любовь? Не понимаю, Арина, что ты нашла в этом социальном герое? А то, чего в тебе нет. А что это во мне нет? Что это во мне нет? Во мне всего навалом. Да, Сань? Ну? Чем только люди не торгуют, даже головной болей. Каждый зарабатывает, чем может. Да? Санька, скажи, пожалуйста, а для чего вот вам всем столько денег? Вот тебе зачем столько денег? Что смеешься? Для душевного комфорта. О, для душевной комфорки. Это как? А чтоб горело. А так, чтоб все было по высшему классу. Машина, музыка, квартира. Жена. 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 Что вы смеетесь-то? Моя жена не будет таскаться по чередям и собачиться с продавщицами из-за копеечной сдачи. Или плакать из-за пятна на платье. Деньги – свобода от быта. А быт – враг любви. Деньги они дают чувству собственного достоинства. Да, Сань, вот я достоин. Ну ладно, кончай. И с ними я уже ни от кого не завишу. Вот так. Зависишь. Зависишь. От любого забудыги в этом кабаке зависишь. Я уже не завишу. За эти три года пока тебя не было. Пока ты палубу драил там. Во-во. Я уже в норме. И вам с Ленчиком долго меня догонять. Ой, Сань, да не догнать нам тебя никогда. Это что? Что? Почему бокал грязный? Митродотель! Митродотель! Что за дурацкие шутки? Нашел место. Сейчас шухер поднимется. А почему, собственно говоря, шутки? Милейший. А иностранцам вы тоже такие бокалы подаете? Не подаете. А что, значит, своим можно? Какие шутки? Не кончайте, ребята. Алло? А почему? Какие шутки? Митродотель! Добрый вечер, товарищи. Что у нас произошло? Вот этот молодой человек. Грубит. Да-да, грубит, хамит. Вот видите, какой. Невероятно. Надеюсь, товарищ Рогалев принес свои извинения. Да-да. Извините, товарищи, это недоразумение. Ну, вот видите, наш ресторан занимает первое место по культурному обслуживанию клиентов. Да-да. Ну, бывает, бывает. Я понимаю, конечно. Вы обещали шампанского, шеф, не так ли? Я? Да. Валера. Валера. Молодой человек, сколько вам лет? Двадцать два. Не похоже, не похоже. Извините, Антонина Васильевна, вот молодые люди, они просят спиртное, я сомневаюсь. Ну, это легко проверить. Да? Да, конечно. Товарищ, у вас паспорт с собой? Дело в том, я дико извиняюсь, но в нашем ресторане подросткам не положено. Что? Я вам не мальчик. Пойдем, Марина. На. А это залог. Завтра выкуплю. Лакей, вы все. И работа твоя, лакейская. Ничего, ничего, все окей. Какой трудный день. Поздравляю, Санечка, ничья, один-один. Приходите еще, завтра будет коктейль молочный. Да лакей! Ну, успокойся, Марина. Ну, чего, чего ты завез? Подумаешь, обидели. Тоже мне самолюбие его завел. Ты тоже не сахар. Послушай, что ты против него имеешь? Да ты что? Я против. Я за, пожалуйста. Нарывался есть ветер. Ты что, завидуешь? Я завидую Валерию. Ой, господи. Завидуешь? Послушай, дай ему поши и пошли. Да? Без тебя разберемся. Вот они, настоящие мужчины. Чуть что, сразу к ногтю, так что ты отдумайся, дорогая, пока не поздно. Валера, Валера, Валера. А так, Валера! Арина, у него в штанах полно, герой. Пусти! Что ты имеешь против меня? Ну, пусти! Ну, пусти! Что имеешь против меня? Я скажу, Валера, только спокуха! Ну, быстро! Валера, спокуха! Всё, спокуха! Валера! Успокойся, оставь его! Скажу, Валера. Хорошая парень, да. Но ты примитив, понял? Что? Сила есть, ума не надо, да? Да! Да, примерно так. Умники! Все подонки! В гробу я вас видал! Умники! Тоже мне! Вышли тут! Всё, друзья, детство! Всё! Пока я там три года палубу драил! В люди вышли, да? О! Эй! О! О! Гробу я вас видал! Валера! О! 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 Эй! 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 Вот что сапоги! Одного я тебя в таком состоянии никуда не отучу! АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Чего ж не позвонил-то? Да я девушку провожу. Мама ж волновалась. Видишь, она живет далеко, а там телефона нет. Есть будешь, нет? Нет. Девушка-то хоть хорошая? Нормальная. Это она тебя так проводила? Нет. Да. Там столкнулся. Ага. Ну что ж, дальше-то будешь делать, сынок? Не знаю. На следующий год во ВГИК поеду поступать. Куда? Во ВГИК, на артиста. Придется тебе вложить в меня некоторую сумбу. Нет, сын. На глупости от меня. Поддержки не жди. Ну почему глупости? Это не твое это место. Откуда ты знаешь? Да уж знаю. Почему? По кочану. Всю свою жизнь вы прожили либо по чувству долга, либо по привычке. Чувство долга не самое плохое чувство. Ну что у тебя, деревня, ФЗУ, завод. Все, прямая линия. А у мамы призвание, что ли? Да педучилище было рядом, вот и все. Мама свою работу любит. Привыкла. И не надо, пап, нам навязывать ваш образ жизни. Дурачок ты, Валера. Правда, и все-то вы нынче. Наш образ жизни. Да мы ж счастливые были. Без штанов он, голодные, а счастливые. А вы? Ну чего вам? Чего не хватает? Чего вы все ноете, плачетесь что-то, жалуетесь? Да не жалуюсь, Эбба, не жалуюсь. Ну не ты. Он на весь союз. Легко ли быть молодым? Да какие у вас трудности-то? Грундик этот японский достал. Грундик не японский. Да какая разница. Мы вон страну после войны подымали. А развалил кто? Я не разваливал. Ты знаешь, как я работал. А вы только об заднице об своей печетесь. Как бы кусочек послаще урвать. Да ладно, папка, не шуми. Не шуми. Ты знаешь, почему нам так трудно понять друг друга? Ну почему? Да потому что я сын мужика, лапотника. А ты сын почетного человека. Всю жизнь мне твердят. Всю жизнь. Бери пример с отца. Бери пример с отца. А скажи, пап, почему я должен брать с тебя пример? Ну почему? У меня своя жизнь. Не ори, маму разбудишь. И в ночь-то опять плохо было. Вот что, сынок. Поговорю-ка я лучше с Митрофановым. Чтоб взял он тебе обратную бригаду. Вот там тебе и своя жизнь будет. А не будешь дурака валять. Может тоже и до звездочки дослужишься. Ладно. Митрофанов не проблема. Возьмёт, никуда не денется. Я спать. Конечно. Примитив. Посмотрим. Посмотрим. Возьмёт, нөле. 。 Возьмёт приз. Мать педер, убедом. Майк Green Окей. ité. Майк. Мастерство對了лилилилилилилилилилилилилими. Продолжение следует... 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 Ну чё, не меняется. Да-да, армия, товарищи. Ну что, хват, товарищи. Ну не хотите брать? Скажите по-человечески. Ну зачем же это грубо? Неужели у знатного отца не может вырасти нормальный сын? Что за примитивное мышление? А что? Валера, да плюнь ты на это дело. Да что тебе тут лазить в мазуте, кувалдой маха? Пошёл бы ты к отцу на японский станок с программным управлением. А что? Я б на таком станке тоже свободно мог героя получить. Ну ладно, хватит выступать. Тебя к этому станку-то и подпускать нельзя, особенно по понедельникам. А что такое? Что ты завёлся? Да после тебя японцев надо к нему приглашать за валюту. А что? Ну ладно, хватит. Демократия хороша до предела. Оформляйся, Сапогин. Ну вот, другой разговор. А то прям как не родные. Да нет, родные. Вся корабельная сторона нам родня. Да что такое? Что ты на меня баллон покатил? Чего ты высовываешься? Я? Чего? И не умничай. Дыши в сторону. Зверцу разит. Перестройщики нашлись. Каши ещё мало ели. Да привыкать вам надо. Понятно, надоели. Ай, вам демократия это гласность. А вы бардак устраиваете. Ничего, и это переживай. Посмотрим. Тебя как звать? Никита. Где служил Никита? Я не служил. По состоянию здоровья. Чё, больной что ли? Хочешь, я тебя в секцию устрою? У меня разряд по плаванию. Что это за пацаны у вас такие шустрые? Испытываю, второй год у нас работают. Ага. Не ладят с нашими стариками, воюют. А чего? Ну, да не согласны кое-чем. Они даже Горбачёва писали по поводу перестройки на заводе. Да и эти ребята, что, сознательные что ли очень? Не люблю я их. Почему? Потому что они меня не любят. А, они почему? А потому что я вот это всё не люблю. А, вот. Анатолий Васильевич! О, сапоги! Приветствую, Анатолий Васильевич. Здорово. Ну, отслужил? Да. Поздравляю. Какие проблемы? Да вот решил возобновить занятия. Друг привёл к тебе. Смотри, длинный, расслабленный. То же тебе надо. Абонимен? Группа здоровья? Ну, трудно мы сделаем. Какой абонемент? У меня разряд, я спортом хочу заниматься. Тебе сколько? 21. Старты для спорта, старые. Вон, видал, что делается? Вот это материал. Ну, и что мне делать? В шахматах держаться дольше. Я плавать хочу. Плавать будут они, а ты будешь купаться. Это кто так решил? Ты, что ли? Почему я? Это общее положение. Это что, какой-то дядя будет решать, плавать не или не плавать, быть или не быть спортсменом? Уже не быть. Твой поезд ушёл, старина. А абонемент я могу сделать. Ты позвони, днёчка. Ну, так через три. Пятая группа, разминку закончили! Ну, пока. А выглядишь хорошо. В форме. Пока, старина. Пошёл ты. Вот нам и бассейн. Всё. Ты сейчас куда? В библиотеку, в читальный зал. Чё? Зачем? Я в это время обычно читаю. Что, каждый день, что ли? Ну, стараюсь каждый день. Ну, даёшь. Ну, посоветуй мне тогда, что почитать, чтобы быть в курсе. В курсе чего? Ну, разговоров так, чтобы дураком не выглядеть. Ну, советую. Огонёк. Самое экономное по времени. Да? Я читал в поезде. Там что-то всё про Старина, про Брежнева. А если без дураков, то это лет десять упорного труда. Каждый день. А когда втянешься, то до конца жизни. Да, ну. А жить когда? Это и есть жизнь. Я уже семь лет бьюсь. Изучаю различных философов, религии. Страшно трудно, но интересно. Ты смотри, какие морковки. Что ж ты с такой башкой у нас на заводе работаешь? Тебе ж работа-то не нравится. Мне так надо. Ты знаешь, мне с тобой интересно. Давай вместе держаться. Ты знаешь, я не умею дружить. Да ладно. Ты не кисник. Не вышла с плаванием, бегать будем. Почитаем, побегаем, почитаем, побегаем. Идёт? Ну ладно, я пойду. Давай. Алло. Алло. Мне Арину. А кто их спрашивает? Один знакомый. Всё-таки. Ну, Валера, сапоги. Ах, Валера, ну, Макия. Здравствуйте, Валера. Здрасте. Наслышанно о вас. А во-вторых, Арины просто нет дома. А где она? Приехал Вадим Репин. Кто? Ну, талантливый, молодой скрипач, Вадим Репин. Весь город там. До свидания. Работает? Ещё как. О, на ловца и зверь бежит. Ты откуда взялся? Из бани, Валера. С легким паром. Спасибо. Ох, еле-еле дошёл. Ты представляешь, что я сейчас видел, а? Ну. Летающую тарелку. Правда. Выходим, она висит как раз против элеватора. Ты много принял в бане-то. Да при чём здесь принял? Все видели. Она полчаса висела. Висит, а народ на неё смотрит. Вот огненный шар такой ослепительный. И луч. Слушай, ты шёл бы домой, а? Бате расскажешь. Там старики в дворе сидят. Им. А зачем они мне? Я к молодёжи привык. Я в последнее время всё больше по общежитиям. Ты уж извини, так жизнь сложилась. Но от меня это не зависит. Валер, а ты знаешь что? Мне про эту тарелку раньше много рассказывали. Даже очень много. И я не верил. А сегодня собственными глазами увидел. Это жена, да? Теперь разговор на всю оставшуюся жизнь. Ну, а как же? Поневоль задумаешься? О чём? О жизни. На то на есть жизнь. На что-то она ведь нам дана. Вот на что она дана. Как ты думаешь? Да откуда я знаю? Умнее нас с тобой думали, не додумались. Да. Живём себе и живём. Нет, не скажи. Жизнь. Вот мы за водкой в очереди стоим. В баню ходим. А спим сколько? А они-то летают? Где-то? Значит так, дядя. Вали отсюда. А что такое? Ну, вали, сказал. А что такое случилось? Могу я со своей девушкой увидеться без свидетелей. Ой, Валера, извини. Ухожу, ухожу, ради бога. Всё, извини, ушёл. Спасибо, мне понравилось. Привет. Добрый вечер. А, да, познакомься, пап. Это Валера Сапогин. Сапогин? Александр Филиппович и сын? Михеев. Да, я знаю. На одном же заводе. Давайте я подвезу я на колёсах. Спасибо, пап. Мы прогуляемся. Ну, счастливо гуляйте. Счастливо. Я заскочу как-нибудь. Главный строитель такого завода мог бы и получше машину иметь. А ему без разницы. Лишь бы возил. Спасибо. Добрый вечер. Здравствуй. Тоже слушал? Молодец, молодец. Очень обогащает. Как мама. Привет передавай. Обязательно. До свидания. Ну, счастливо. Всего доброго. Кто это? Это Тарабанов, директор нашего завода. Ага. Не знал, что у нас такое музыкальный городишко. Послушай, из чего ты вдруг решил разыскать меня? Ну что? Опять в академию будешь поступать? Ну, куда я денусь? Мама спит, во сне едет. Господи. Знаешь, живопись вообще кошмар в нашей жизни. Ну, для этого одержимой надо быть. Сколько я таких в Москве видела? Какие-то хмурые, смурные, руки изъеденные растворителем. Я все ничего такого не замечаю. Это не врешь. О, сейчас дождик будет. А, надоело. В конце концов могу я быть сама собой. Ну? Мне нравится учить детишек рисование. Вот и все. Обойдемся без академии. Ты знаешь, что дома было? Ну, а что? Что, обманутые ожидания? Да. Куда меня в детстве только не толкали. живопись, музыка, фигурное катание, плавание. Только бы обнаружить какой-нибудь талант. Ну, щиты варить научили? А ты что? Жену меня собираешься взять? Собираюсь. Одна деталь. Я ведь замужем. что же это он позволяет тебе по ночам-то шляться? Ну, иди сюда. А то вдруг какой-нибудь кислотный дождик облысеешь. А зачем ты мне лысый? Я даже не знаю, где он. Ушел месяц пять назад из дома. Валерну, не дам я тебе руку. Все, пошли, 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 пошли. Ну, Валерну, мне домой надо. Тихо, не шуми. Все, меня мама ждет. Нет, ничего страшного. Потом мы всех разбудим. Не разбудим. Во-первых, мы не будем шуметь, а во-вторых, пойдем черным ходом. А там прям ко мне. Все хорошо. Все очень хорошо. Все замечательно. Да не бойся ты, все нормально. Ну, говорю, все нормально. Пошли. Иди сюда. Мы не воры, мы подпольщики. Сейчас придем, забросаем все гранатами в штабе. Подожди, я сейчас свет включаю. Стой здесь. Дядя. 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 Слушай, там дядь какой-то дурацкий. Наверное, прилег с вечера, а сейчас спит. Ну, там раскладушка есть, а он спит, как медведь. Так что пошли. Ты что, с ума сошел? Пошли, Арина, пошли. Ну, Арина, ну, вынесем его в коридор. Арина. Арина, подожди. Ну, подожди, тебе говорят. Ну, подумаешь. Ну, пожалуйста, не надо. Такси. Ну, дай-ка провожу. Такси. Арина. А мне на заречную. Подожди. Ну, подожди. Арина. О, господи. О, Валерочка, ты что такой расстроенный? Сколько же время-то, а? Ой-ой-ой. Я тебя просил. Просил. По-человечески просил? Просил, Валерочка. Ты что, с ней поссорился? Да не бери ты в голову. Не бери. Никуда она не денется. Прибежит. Я этих женщин-то знаю. Ты знаешь, что я тебе посоветую? Что ты мне можешь посоветовать? Тебе сколько лет? Тихо. А у тебя ни работы, ни семьи, ни дома. Ты что, Валера? Детей даже нет. А помнишь, Валера? Учитель жизни. Туда же с советами. Все у нас советуют. Страна советов. Да. На свою жизнь оглянись. Вон осоветовал. Да лампочки мне твои советы. Все, ладно, иди, иди, иди в свой угол. Ну, зачем ты так, Валера? Валера, Валерочка. Отстань. Я спать хочу. Валера, Валера. Что, завтракать? Тебя к телефону. Да. Валера, привет. Это Ленчик. Привет. Слушай, старик, мы вчера с Саней тебе весь вечер звонили. Куда ты пропал-то? Занят был. А мы с Саней у меня вчера вечером так классно посидели. Хотели тебя выдернуть? А сейчас у нас пиво есть. Приходи. Не, не хочу. Пристань, старик, все тип-топ. Что было-то было. Мы же старые друзья. Я бегом занялся, а мне бежать надо. Прось. Сейчас пиво... Я хочу сказать, что еще задолго до выхода Аутсона о нем писали уже в газете, но фильм все-таки на экраны не шел. Ну, а почему? В чем же дело? Очень просто. Он был запрещен. Завтра тема наркомания, в общем-то, давно уже стала гласной. Очевидно, кто-то встал на пути этой картины. Да, это руководка Вовки Борисовича. В фильме почему-то показалось, что он был запрещен на правде. Он почувствовал, что звезды с нас в культуре. Он был запрещен на культуре, но он был заказчик. Гордей уехал. Ты не знаешь, почему? Откуда я знаю? Я его не гнал. Главное, ему ехать-то некуда. Ему вообще в жизни не везло. А, Валер, что ты на меня смотришь? Я-то здесь при чем? Ни при чем. Он просил тебе привет передать. Спасибо. И что, не сказал куда? Нет, не сказал. Валерочка, может, все-таки обидел ты его, а? Да. Ну, о чем вы говорили? Так, ни о чем. О женщинах. О женщинах? Кажется, мам, ну я не помню. Мне спать хотелось тогда. И вообще... Слушай, а может, как-нибудь ненарочно? Вот знаешь, у тебя это бывает. Обидел и не заметил. Валерыч. Не может быть. Слушай. Валер, мы тут с Аней поспорили. Он считает, что тебе слабо за пять минут добежать до моего дома. Кому? Мне слабо? Ну да, тебе слабо. Засекайте. Через пять минут буду. Давай. Вон он, смотри. Валера! Валера, давай, давай, давай! Жми, жми! Последние десять метров. Финиш. Четыре минуты, сорок, восемь секунд. Санечка, подставляй. Приграл. Четыре сорок семь. Ой! Ну чего? Запарился, спасмен? Кто я? Еще десять раз постолько могу. О-о-о! Молодец. Ты здоров. Ладно, хватит, давай, поднимайся. Пивко ждет. Нет, я с вами один раз попил. Ну ладно, колчей, стой. Поднимайся, посидим, побалдим. Шутка была с твоей стороны, с моей. Один-один. Валер! Слушай, Валер, он перстень ронил. Да, давай, помоги найти. Где? Да вот здесь вот, поближе, прям под балконом. Вот здесь. Правее, правее. Да-да-да, ага. Вот здесь, в траве, посмотри, посмотри. Поближе, Валер, еще поближе. Валера, Валер! Валер, подставляй рот. Охладись давай. Это пивопровод дружбы, дай мне. Пиво-то хоть свежее. Да свежее, свежее, вчерашнее, поднимайся. Ну поднимайся, давай поднимайся, все. Один в мою пользу. Валер! Ты что, Валер? Валер, ну ты что, шуток не понимаешь? Валера! Валер, ну шутка была, ну! Да, бля малый в армии, сэн. Валер, ну шутка была, ну шутка была, ну шутка была, ну шутка была. Да что ты мне рассказываешь? Ты ж в неделю прогулял. Ты понимаешь это или нет? Ну и что? Как ну и что? А по какой такой причине? Так вышло. Так вышло. Ну ты тогда хоть справку принеси что ли? Какую справку? Ну почему ты прогулял? Так вышло. Слушай, может ты у нас работать не хочешь? А кто хочет? А ну зайди. Но ты учти, мы тебя по статье уволим. Здравствуйте, Николай Савельевич. Здравствуй, здравствуй, Валерий Александрович. Здравишься? Вот. Прощай, вольная жизнь. У себя, у себя там. Напомни-ка отцу. Вдруг забыл. В четверг вечером зайду к вам. Поговорить надо. По-семейному. Кофеечка. Орлом. Орлом. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...